Ведя кровопролитную войну против Украины и пытаясь вовлечь в нее широкие массы россиян, Кремль апеллирует к населению как к единой нации. Но мы видим, что единства в России нет. Многие русские унижают выходцев из Средней Азии, Кавказа и других регионов. Жители крупных городов и люди из глубинки относятся друг к другу со взаимным пренебрежением. Бедные не то что ненавидят богатых, но даже людей, живущих в относительном достатке. Таких противоречий много и они только усиливаются. Здравствуйте, меня зовут Константин Игнатчук и сегодня попробуем разобраться, почему Кремль умышленно разделяет российское общество. А помогут мне в этом политтехнолог Борис Тизенгаузен и юрист, политический аналитик Андрей Вигеринский. А для начала выясним, по каким признакам расколоты россияне. Зачем Кремль умышленно усиливает противоречия между россиянами? Массу, которая принимает решения политические, военные, как данность, не лезет в вопрос управления политикой и за это получает определенные бонусы от власти в виде соцподдержки, зарплаты. У кого-то газ дома, у кого-то электрика дома, у кого-то периодически газификация вообще происходит. То это в принципе один из способов управления страной. Страной огромный по территории и довольно-таки большой по количеству населения. То есть тогда, когда вы разделяете сферу ответственности или сферу полномочий общества по влиянию на политику, вы тем самым в принципе его дисциплинируете и владеете возможностью им управлять. Эффективно, неэффективно, экономически целесообразно, это уже другой вопрос. То есть разделение общества по условному кругу политической элиты, приближенным к политической элите, силовикам, которые тоже отчасти относятся и к политической элите, но в то же время по полномочиям они должны наблюдать или контролировать соблюдение закона. Отнесение отдельной категории. Это людей, которые имеют возможность зарабатывать на финансовом ресурсе государства, это условные олигархи или круг, приближенным к госзаказам. И отдельная каста, если мы говорим именно о таком распределении, это условный народ, массовый народ, который это все наблюдает, осознает и принимает. Осознает и принимает. Почему? Потому что ему дается определенная степень свобода в тех отраслях, скажем, свободы не свойственны восприятию западными цивилизациями, то есть личная свобода через общественные организации, демонстрировать и защищать свои права. Нет. У него остается легкая степень свободы, связанная с его личным бытом и с его личной экономикой. То есть ты можешь чуть-чуть нарушать закон, ты можешь где-то чуть-чуть обойти закон, ты должен радоваться тому, что у тебя есть, потому что то, что у тебя есть, может быть в любой момент изъято, или ты можешь быть наказан и лишен той базовой ценности, которой является твоя свобода. В силу того, что ты благодарен тому, что у тебя есть, ты подчиняешься. Если ты подчиняешься, то, соответственно, ты не возникаешь или, по крайней мере, не озвучиваешь свою претензию к тому, как вот эти все страты, которые над тобой, которые разделяют твое национальное благосостояние и национальное достояние, пилят бюджеты и так далее и тому подобное, как они управляют страной, потому что у тебя есть своя зона счастья и своя зона комфорта. По каким признакам усугубляется раскол россиян? Россия – страна по площади просто огромнейшая. Она плюс является еще и многонациональной и плюс многоконфессионной, если мы говорим о религиозных предпочтениях граждан. Регионы никто не стремился, от слова совсем, в российской политике и в экономической модели нигде не было тезиса или, по крайней мере, стремления или обещания, в которые люди поверили, чтобы во всех регионах все жили одинаково. Это невозможно с точки зрения функционирования огромной страны. То есть всегда есть регионы, которые более экономически развитые, более богаты минеральными, естественными, скажем, природными ресурсами. Есть бизнес и финн-центры, есть технологические центры, а есть периферия. Эта периферия тоже выполняет определенную роль. То есть когда мы видим процесс мобилизации в России, мобилизация имеет региональный признак. Почему? Ну просто потому, что в тех регионах где-то выше уровень преступности, в тех регионах, с которых происходит мобилизация, крайне низкий уровень дохода в среднем по населению. Сферы занятости населения – это либо безработные, либо самый простой труд, который является, собственно говоря, наиболее низкооплачиваемым. Эти регионы являются источниками трудовой миграции для мегаполисов, таких как Петербург, та же самая Москва. И такой уклад общества Российской Федерации, он, собственно говоря, и позволяет формировать более или менее управляемое общество. Потому что в депрессивных регионах ты можешь задобрить население в случае каких-то конфликтов. Определенные финансовые, ну не подушкой, а подачкой, да, социальные выплаты, лучше построение какого-то национального проекта, дорога, магистраль, не знаю, опять же таки газификация. В мегаполисах у тебя другая проблема. Это уже идеологическое разделение. Идеологическое разделение, а вот оно как раз, наверное, длится или продолжается уже в течение, по крайней мере, последних десяти лет, так наверняка, и более жестко оно притупляется. То есть разделение на условных либералов, либералов-возглядах, которые разделяют демократические ценности и так далее и тому подобное. И не то чтобы консерваторов, потому что слово консервативный Путин, ну, исковеркал и испоганил в понимании истории всерьез и надолго, хотя консервативная точка зрения, она не является плохой. Но, назовем это так, консюмористов, которые согласны с политикой военно-политического руководства. Постепенно, в течение нескольких лет, все, что называется либеральные взгляды, демократические ценности, западный мир, естественные свободные права, открытые рынки и так дальше, оно уподавливалось работе на врагах. Соответственно, люди, которые определяют себя как такие, что соблюдают эти ценности или для которых они являются, ну, скажем, жизнеопределяющими, они становятся чуждыми этому обществу. Почему многие русские представители титульной национальности России позволяют себе унижать представителей других народов и национальностей? Советский Союз искусственно создан и искусственно сдерживаемое образование было. Вот как его тогда собрали, так оно, значит, и ехало. Дальше он развалился, но все равно в России почему-то бытовало мнение, что существует некая одна, значит, титульная нация, к которой должны все поклоняться, обслуживать ее там и так далее. Достаточно вспомнить там кинематографы, я не знаю, развлекательные программы, там все эти КВНы, где просто, ну, глянуть КВН, вот сейчас, если посмотреть российский КВН, будет шок, потому что там негров не называют вот прям вот так, извините меня за это слово, афроамериканц, конечно. Вот. Вот над казахами смеются, что они какие-то недалекие. Армяне, это и грузины, это только те, кто там занимается, значит, торговлей цветами и апельсинами, то есть у них все равно эти стереотипы до сих пор действуют. Достаточно вспомнить этот кинематограф, там, не знаю, «Брат» фильмы, где, вспомним, как жители Северного Кавказа называли. То есть эти подготовительные этапы, они всегда были для того, чтобы показать, что, например, другие национальности, другие народы, это как бы потенциальные враги могут быть. И я, например, с ужасом вспоминаю то время, когда Россия, ну, мы еще тогда, как бы, вроде как в дружеских отношениях находились, когда Россия, значит, готовила там чеченские компании, и информационное поле было так подготовлено, что мы, жители Ичкерии, не иначе, как там террористы или как-то еще чеченец, это был символ терроризма. Так было и в кинематографе, и где угодно. Самые, значит, плохие люди, значит, давайте их покажем чеченцами. То есть вот так они через кинематограф, через культуру, через управляемых, значит, своих вот этих лидеров мнений накачивали ненависть к другим народам и национальностям, потому что это потенциальные враги, потому что это Грузины, которых нужно завоевать, эти армяне, которых не существует, по мнению российских депутатов, казахи с искусственным государством и так далее. Это все прорывается даже сейчас из всяких Медведевых, Федоровых, из кого-то, то есть они периодически говорят, что это все искусственные нации, все наши земли, Великая Россия. Хотя они не могут, если вспомнить, кто по национальности были руководители, в том числе и во время Советского Союза. Но я уже молчу про туда дальше царскую Россию. То есть там русских раз-два и от чего-то было. Почему в России столь сильно противоречие между бедными и людьми с хорошим достатком и даже между жителями, например, столицы и провинции? Это принцип несправедливого распределения ресурсов в рамках одной территории. Понятно, что есть бедные и депрессивные регионы, кстати, из которых призыв и мобилизация идет намного интенсивнее, потому что там даже те деньги, которые через раз платят, это огромные деньги для тех регионов. И понятно, потому что из сытой Москвы, из сытого Санкт-Петербурга забирать большое количество людей, но это как бы опасно, потому что они все со смартфонами, они все там пишут в соцсеть, не дай бог еще не того там схватят лидера мнения и так пойдет потом скандал. А из Бурятии, там не знаю, куда-то из Алтайского, когда, пожалуйста, деревнями забирают, там вообще никто слова не скажет. Куда он? В местную газету пить можно? Нет, конечно. И там смерти не так видны. Вот что интересно. Они видны там в деревне намного сильнее, когда там группы приезжают, как в деревнях в России до сих пор, там едет такой-то оркестр на телеге, там все поют, плачут, потом опять поют. Но это никуда не уходит. А вот в Москве, если как чиновник один умер, погиб точнее на фронте, тогда уже об этом все СМИ написали. Ну, то есть этот эффект заметности здесь тоже влияет. А то, что мы зажированы в Москве, так всегда было. То есть весь ресурс крутится там в Москве, за МКАДом меньше этого ресурса, там 100 км под Москву еще меньше, а 200, так уже и все. Поэтому, да, так было всегда и так будет. Еще большее разделение и неравенство ждет россиян, потому что те, кто у черты бедности находятся, они окажутся за этой чертой, благодаря их руководителю. Столкнувшись с проблемами в войне против Украины, Кремль катастрофически нуждается в единодушной поддержке продолжения кровопролития и пытается консолидировать россиян. Хотя многие годы умышленно усугублял противоречия между людьми. Но когда разделение общества на сегменты стало трендом российской власти? И какими могут быть последствия? С какого момента Путин понял, что ему выгодно разделить общество? Возможно, это были протесты на Болотной? Нужно всю хронологию пребывания Путина у власти проанализировать. Но первое – это внешние отношения. Для него определяющей все равно всегда была внешняя политика. Огромная страна, имперская память, оно все равно остается. И ты хочешь занять определенное место и сыграть определенную роль в глобальном мире. И я думаю, что мюнхенская речь Путина – это был, скажем, ответ внешнему миру. И Болотная, мне кажется, в конечном результате она стала тем зеркалом внутреннего отражения возможностей разрушения целостности Российской Федерации. Плюс давайте не забывать о том, что российский лидер наблюдал события, которые имели место в Украине в 2004 году, революционные. Он по-своему их воспринимал. Он все-таки, нужно понимать, воспитан и трудовой путь прошел как спецслужбист. В естественные права, свободы и желания людей он как бы не склонен верить априори. То есть любые революции в его понимании – это продукт работы иностранных спецслужб. Или спецслужб просто внутренних. Это не зов сердца или не зов внутреннего желания человека к изменениям. То есть право на протест человека, которое записано как базовое в случае, если его права пренебрегаются. Они пренебрегаются, в свою очередь, восприятием человека-представителя КДБ. Поэтому, понимая то, что что-то похожее или на то, что было в Грузии, или на то, что было в Украине, может произойти и в России, понимая то, как это организовывается или через какие институции это можно реализовать, он принял для себя решение, и мне кажется, что вы абсолютно правы, когда говорите о блоге, в том, что шанса для реализации подобных сценариев у себя он не допустит. А единственный способ недопущения такого сценария – это ужесточение. Ужесточение начиналось мягким путем. А сейчас оно уже перешло просто в экстенсивную фазу зачистки всего. Вот в принципе зачистки всего, что, скажем, все, что может породить какой-то протест, конфликт. Сейчас Кремль пытается мотивировать россиян идти на войну против Украины. Как разделение российского общества сказалось на мобилизации? Мобилизация, она не соответствует вашему базовому желанию. Любого человека. В Китае проведи или в Северной Корее мобилизацию. Внутри каждой семьи будет точно, наверное, на кухне диалоги о том, что, господи, да зачем оно нам надо? То есть мы не хотим этого. Но она выполнена, то есть мобилизация, за счет огромного человеческого ресурса путем принуждения. И мы не можем с вами, да, были отдельные вспышки, были отдельные протесты, были жены мобилизированных, они остаются, да, которые демонстрируют и отражают протест обществу. Но в пределах страны, то есть все же познается в пропорции, да, 300 тысяч мобилизованных в Швейцарии или, допустим, в какой-то, в Бельгии, это там была бы, ну, и тот уровень протеста, который есть в Российской Федерации, это была бы, ну, катастрофа огромного характера социального движения в силу того, что территория страны небольшая, население тоже поменьше. А тут 140 миллионов, 140 миллионов, из которых надо выбрать там 300 тысяч, ну, окей, 500 тысяч. И за счет этого распределить вот этих там 500 тысяч на огромную территорию и выбирать людей, скажем, ну, которые проходили военную службу, можно, не рискуя, не рискуя, создать очаги массового возграния социальных протестов, которые воспламенят всю страну. То есть масштаб мобилизации не тот. Если бы речь шла, допустим, о двух-трех миллионах, и все регионы были равномерно бы включены в эту мобилизацию, и не было бы привилегированных сословий, которые, ну, как сын Пескова, мы этот вопрос там, да, озвучим, или обсудим чуть попозже, или поступим по закону. Если бы это коснулось всех, то тогда протест был бы немножко другой. Сейчас очень важно, как вот это общество, будучи мобилизованным, как оно внутри уже, находясь в системе вооруженных сил Российской Федерации, как оно будет консультацию там проявлять. Вот это очень важный момент. Потому что вооруженный, немотивированный, обозленный субъект, которого принуждают идти на смерть, это гораздо более большой риск для системы, нежели его жена, которая пришла под военкомат и там покричала, что она не согласна с тем, что мужа ее забрали. То есть он несет больше риска. И важна консолидация именно в воинских частях. Система в этом вопросе, при том объеме мобилизации, который был проведен, первая волна, будем надеяться, следующих не будет. Ну, собственно, они сами оценивают на уровне политического руководства России возможность не столько обеспечить вооруженные силы, но проводить мобилизацию такими порциями, чтобы это не создавало социальную напряженность. То есть вымывать человеческий капитал, они тоже пытаются по чуть-чуть и постепенно, где-то снижая накал информационный, где-то снижая накал социальный, где-то снижая экономические, где-то премии, где-то выплаты. Потому что в этом обществе откупиться можно, заплатив компенсацию за тело погибшего или убитого во время войны солдата. И общество такую плату принимает, это же тоже особенность, специфика эмпатии гражданина России. Какие последствия будет иметь многолетнее усугубление противоречий между россиянами? Это делает невозможным, не только это, но и ряд других факторов делает невозможным возникновение протестов. Почему в России невозможны низовые протесты? Во-первых, довольно сильный репрессивный механизм существует. Во-вторых, россияне за всю свою историю после 1991 года, грубо говоря, не видели ни одного плода от протестов. То есть выходили, что они там, ничего не добивались особо. Они не верят в то, что, они в принципе не знают, какой он должен быть. Они думают, что протесты, я вышел с белым листочком и все, я выполнил гражданский долг. Нет протестов с оружием, с коктейлями, молотом и так далее. А они загнаны, вот россияне загнаны сейчас в такую ловушку, что им проще убежать из страны. Потому что если ты не убежишь, а выйдешь на улицу, то за тобой никто не пойдет. Это раз. Ты сядешь на 10 лет, принесешь неприятности своей семье, там всем остальным. То есть их настолько запугали, что они не верят в то, что этот протест принесет какой-то результат. Даже те, кто там может хочет протестовать. Поэтому они принимают решение убежать и все. И кстати, вот это подсвечивание побегов известных людей, знаменитых людей, подсвечивание количества убежавших, это тоже играет на руку путинскому режиму. То есть вот такая, смотрите, тут все, кто хотел, убежали. Тысячи, сотни тысяч, миллионов. Чего ты там один сможешь сделать? Ничего. Плюс вот эти показательные карательные акции. Поймали там какого-то парня, значит, которого, помните, он был изнасилован гантелей в участке. То есть это специально было сделано и специально было максимально широко озвучено. Это, кстати, озвучивают чаще всего через условных таких вот либералов, псевдолибералов типа Собчак, которая тоже там пытки в СИЗО освещала периодически, чтобы показать ужас, что с тобой будет, если ты выйдешь на протест. То есть вот поэтому низовой протест абсолютно невозможен в России. Путь, который изберет Россия в 23-24 году. Либо осознание того, что все то, что они развязали, ну, война, специальная военная операция, как они это назовут, это путь в никуда, путь, который ухудшает только положение их страны и ослабевает их страну. Они это понимают. То есть мы даже не говорим с точки зрения интересов Украины, да, нужно сесть там или попытаться сесть на сторону врага и посмотреть, ну, как бы аналитики иностранные так и делают, да, когда ты садишься и начинаешь смотреть, что у тебя происходит с экономикой, какое технологическое оставание, как у тебя растут или снижаются доходы граждан. Но последняя аналитика, даже российская пресса о том, что доходы граждан в течение последних 10 лет только снижаются. Средний доход. То есть номинально он растет, реальный доход он снижается. Наверное, это не самые хорошие показатели для поддержки власти. Но у тебя есть момент, точка невозврата, да, или точка бифуркации, в которой ты подходишь и ты можешь развернуть ситуацию. То есть отказаться от продолжения войны, сесть за стол переговора, понимая, что будут последствия, но сохранить условную динамику низкого, но роста экономики страны. Либо ты можешь пойти по другому пути и ужесточить все то, что касается дисциплины внутри страны, закрытые границы, контроль социальных сетей, привлечение, очень жесткое привлечение к уголовной административной ответственности за высказывания, мнение, которое идет вразрез с, скажем, базовой идеологией, которую ты, опять же, формируешь. И тогда не сказать, что это будет там цифровой концлагерь, потому что этот цифровой концлагерь, это часто к Китаю относится, ну, такого характера, керависказывания, со социальными рейтингами. Но можно пойти таким путем. То есть тогда, когда Россия, переход улицы на неправильный свет, будет понижать социальный рейтинг гражданина России, лишать его возможности быть трудоустроенным на определенную работу, выезда в соседний регион, посещение определенного магазина, предоставление определенных административных услуг. И тогда у тебя будет закручивание гаек, обеспечивать дисциплину какой-то продолжительный период времени, пока эту резьбу не собьет полностью. И тогда очередной виток революционный, ну, может, гражданской войны с силовым свержением власти. Ну, так циклы истории движутся. Итак, делаем выводы. Наличие противоречий между людьми – это нормально. Свобода мнения, политических взглядов, вероисповедания и так далее – все это базовые права человека. В демократических обществах разнообразие мнений позволяет, в конце концов, прийти к консенсусу. Однако российская власть превратила это в оружие против собственного народа. Многие годы российская правящая элита при помощи пропаганды и массовой культуры усугубляла противоречия внутри общества. По мнению кремлевских идеологов, это делает возникновение протестов практически невозможным. Проблема в том, что когда целостности России будет угрожать реальная, а не мнимая опасность, сплотить общество будет крайне сложно, если вообще возможно. С вами был Константин Игнатьюк. Всего доброго.